посланник аллаха сказал человек будет унижен кто посланник аллаха три раза говорит унижение тому человеку который постиг своих родителей и не попал в рай замечаем когда мать или отец говорит пойди принеси пойди сделай нужно сделать наилучшим другом кто лучший друг для меня вот я хочу для себя друга взять товарища с кем я буду искренним тут-то сам близким не человек любимый мне человек кто это посланник аллах гарт мать ведь мать потом еще раз мать и потом еще раз мать и потом отец и поэтому мы часто помним во дворах каждых дворах были взрослые женщины они постоянно орали на детей а мы молодые бегали не понимали чуни нас орут оставьте вы нас как пришло в хадисе посланник аллаха салиллаху алейхи вассалям сказал человека поднимает в степени высоко и он спрашивает почему так высоко мы знаем в раю степеня будет и его степень бывает высокая когда он спросит почему моя степень высокая ответ будет такой потому что твои дети за тебя делали дуа сегодня у нас будет новая тема а это отношение к родителям к матери и отцу какая степень в исламе родители какие адабы или какой основной принцип у человека перед своими родителями надо понимать что когда мы говорим отношения к родителям это относится каждому человеку каждому слушающему когда мы говорим хорошее отношение к родителям это не означает что тот кто отец начнем про себя думает послушать и сыновья о чем будет сегодня речите или мать скажет своим детям послушайте нет ты тоже мать и ты тоже отец тот же самый момент ты тоже самый момент являешься сыном или дочерью даже если человек скажет у меня нету отца и у меня нету матери запомним даже если через скажет нету отца и матери не менее ты тоже сюда входишь поймем в конце мы это увидим если мы посмотрим как всевышний аллах поставил отношение к родителям именно поочередности что первое второе мы заметим степень отношения к родителям какая степень в исламе отношения всевышний аллах говорит куране вопада роббу к аля табуду или и я и всевышний аллах приказал чтобы поклонялись только ему и потом говорит в обе льва лиды неяса заметим после поклонения всевышнему аллаху аллах говорит к нему хора к родителям хорошо относиться другом аяте всевышний аллах этого а буду ла валя тушь ли кубе гейшей а поклоняйся одному аллаху и никому другому не придавая всевышний аллах все товарищи в поклонении кто бы это не был а потом всевышний аллах гад побили вали дэйни и сана и хорошо относиться к родителям заметим вот этот тортип очередность что всевышний аллах первое поставил какой главный принцип мусульманина а это поклонение всевышнему это самое главное для этого создал аллах человечество есть мы будем поклоняться одному аллаху это означает сразу же не придавать ему со товарища никого и потом после всего этого великого стоит вот интересно вот просто посмотреть что может быть после всего этого главного принципа творение создание людей поклонение аллаху а следующее что интересно все уж не лох описывает что это есть степень а это отношение к родителям это указывает насколько она высокая посланник аллаха сказал человек будет унижен кто посланник аллах три раза говорит унижение тому человеку который постиг своих родителей и не попал в рай замечаем посланник аллах здесь указывает на какую большую мысль постичь родителей и не попасть в рай отсюда что получается от этого хадиса здесь и мы видим одну важную мысль очень много людей стараются сделать что-то хорошее для исламской умны очень много людей стараются быть полезными почти все хотят все хотят попасть в рай и почти все стараются взять какие-то инструменты из видов поклонения виды поклонения кейта чтобы приблизить их краю здесь посланник аллах искать не надо много думать надо много советоваться вот есть один ключ а это отношение к родителям есть один самый главный фундамент это ключ и у молодежи происходит часто ошибка когда они пытаются первую очередь угодить друзьям нежели родителям когда мать или отец говорит пойди принеси пойди сделай нужно сделать чтоб там не было какое состояние бывает у человека внутри какое состояние либо не хочется такой печаль какая-то не желанием делаешь а либо на языке это бывает до надоело устал я а теперь когда друг просит когда знакомые люди просят почему там а человек уже бывает более активным замечали это а знаете причина в чем причина в том что человек если перед обществом перед людьми откажет то он боится что много людей узнают то что он не помогает отказал ушел струсил или 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 он боится огласки боится людей а знает что мама и папа это никому не расскажет если у маме папе скажет я не хочу поэтому человек здесь уже не искренне здесь уже обманывает перед самим собой почему я не отказываю людям отказываю своим родителям почему я такой с желанием выполняя просьбой людей без желания родителям потому что у этого человека поменялись те стандарты поменялось понимание то который всевышний аллах заложил в этих аятах и аллах вам приказал поклоняться ему и хорошо к родителям нет у этого человека стало и хорошо друзьям человек уже поменял мысль аятов а он это не говорит но в делах мы видим у него другой уже посланникала что сказал он сказал наилучшим другом очень кто лучший друг для меня вот я хочу для себя друга взять товарища с кем я буду искренним тут то самый близкий мне человек любимый человек кто это посланник аллах мать ведь мать потом еще раз мать и потом еще раз мать и потом отец посланникала мать поставил если ты хочешь нет ни друзей вне дома а в любимого себе человека это родители отец и мать и степи матери выше чем отца потому что мать как всевышний аллах сам это описал хамалят хууму вагнан аля вагн она его несла будучи беременной ей было тяжело этапами родила кормила это сложно все это на себе испытывала и потом всевышний аллах говорит они шкурли вали валили и благодари мне и своим родителям значит что мы здесь видим здесь видим то что родители это первые кому мы должны возвращаться кого мы должны любить они друзей друзья это потом понимая мысль отсюда также мы должны заметить братьям когда мы говорим то что мать отец это степень высокая мать матерями степень выше чем отца потому что на самом деле отец столько не смотрит за детьми потому что отец работает а мать мучается воспитывает потому что отец может вторую жену третью жену взять какие-то дни его не бывают а мать постоянно с детьми поэтому степени высокая у матерей и если мы посмотрим внимательно на на то как нас родители воспитывают посмотрим на возраст нас самих когда мы были маленькие и когда родители стали взрослые к ты только родился до пяти лет ты совсем слабый каждый твой шаг контролируется родителями до шести лет даже потом ты уже более свободным становишься но родители с другой стороны начинает контролировать а это уже обучение тебя после окончания обучения совершеннолетию с 15 лет родители уже смотрят с другой стороны как бы тебя сделать личность то есть в работе кем ты будешь работать заметим родители постоянно просто всем сердцем смотрят как ты прогрессируешь как ты растешь просто с каждым днем растешь до 25 лет матеря сердце у матери у отца сердце беспокоиться за тебя физически тебя моют купают обучают возят везде рядом стоят пока ты не станешь личностью самостоятельной и теперь когда тебе уже стало 25 лет и стал почти личностью это время уже конец родителям уже становится 50 за 50 лет и они теперь начинают нуждаться в твоей силе молодой заметим как аллах меняет почему всевышний аллах сказал имма яблуганна если один из них достигнет старости то есть один из них даже есть достигнет а у киляма или оба достигли то есть они оба живы а мать и отец живы и они уже взрослые фалят акул лагума уф и не говорим уф если они что-то сказали тебе эти неприятно даже в некоторых тофсирах проводится ведь мать когда была мать когда за тобой смотрела ты был маленький она тебя подмывала она тебя купала она тебя мыло без слова уф она тебе подмывала купала мыло без слов и здесь же это мысль до на родителей когда они становятся взрослые не говори потом у в этой же картине и даже если она что-то приказала то есть разве есть то есть всевышний аллах когда сказал и не говори уф что означает уф но мы все поняли мать и говорит или отец говорит детям сделать ну все но хватит не обязательно слову да это как пример есть еще какой-нибудь пример ниже слова уф скажите вот есть слова уф еще ниже есть вообще нет и всевышний аллах поставил это слово чтобы указать на всю мысль если нельзя сказать уж тем более нельзя ударить накричать поругать глазами жесткими смотреть грубым лицом уж нельзя все все остальное сюда в слову заходит значит получается у нас всевышний аллах вот эту мысль описал что вот мы были такими маленьким до 25 лет формируемся личностью становится а уже когда тебе стало 25-30 они уже взрослые теперь ты должен также им помогать теперь вопрос почему у человека когда он становится лет 30 а его родители 60 70 многие люди многие люди забывают родители знаете почему причин много причин нога попытаемся упомянуть одну из причин одна из причин а это такая знаете вот она скрытая ее никто не скажет не озвучит но она есть человек всегда любит прогрессировать ты любишь постоянно идти вверх 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 а ты 30-летний ты работаешь у тебя бизнес ты строишь планы ты прогрессируешь а здесь мать она уже не может этого делать с тобой прогрессировать не может все на в годах и как начинаешь уделять время суда то твой прогресс замедляется у тебя мало времени прогрессировать как только ты начинаешь уделять время матери и поэтому человек не хочет уделить здесь от матери времени а хочет в дунь не вложиться больше поэтому ты должен понять что это дунья и ты оставляешься свою мать и самое странное и удивительное бывает что люди в этой картинке могут оставить свою мать но никак не могут оставить многоженство то есть многоженство могут брать и всеми уделять времени а вот мать оставить и не уделять времени вот это будет странно то есть ты развиваешься хочешь продвинуться в дуне тебе грамм не мешает даже четыре жены а вот мать как-то помешала поэтому нельзя так делать конечно вторая причина почему мы так делаем это воспитание внутри семейное воспитание родители может не воспитывали что так надо там еще может что-то такое но одна из таких причин а это мужского пола то что вот именно у них в этот момент начинается прогресс они забывают это родители поэтому мы это не должны забывать мы должны всегда помнить своих родителей и поддерживать максимально с ними связь теперь заметим всевышний аллах описал если они достигнут возраста братья если они достигнут возраста что это означает сейчас сушащие разное разная категория людей то есть по возрасту кто-то 20 лет никто 30 40 летний я сейчас попытаюсь всего лишь я попытаюсь всего лишь донести мысль что означает взрослая мать взрослый отец чтобы мы хотя бы немного наши сердца проснулись и вспомнили что такое почему такая степень высокая знаете почему почему такой акцент взрослым потому что первое джинсман то есть тело физически они становятся слабыми замечаем это же причина существ это же причина есть и у маленького ребенка маленький ребенка такой же физически слабы нужно его держать за ручки себя контролирует чтоб он в рот ничего не положил физически он слабый и также становятся родители собой это ребенок слабый замечаем схожесть вторая причина а это мышление взрослый человек уже он ближе к смерти он у него был жизнь была тяжелая стресс и много проблем было и человек постоянно нервничать внутренние проблемы у него и он не может как бы взвешенно сказать взвешенно сделать шаг и поэтому мы часто помним во дворах каждых дворах были взрослые женщины они постоянно орали на детей а мы молодые бегали не понимали чё не нас орут оставьте вы нас много энергии у нас они уже взрослый понимаем то же самый маленький ребенок тоже мышление еще слабое формируется он еще слабый движ схожести у взрослых и у маленьких но есть одна вещь который нету и нету у родителей а есть у маленьких и вот это есть центр это самый главный принцип который родители хотят от своих детей знаете что это это одиночество это отсутствие внимания родители когда уже взрослые они замечают хотят больше внимания маленький ребенок от всех внимание получает к тоже взрослый стал от тебя молодежь люди внимание хотят и ты нужен обществу у тебя есть друзья ты с ними всегда общаешься внимание от людей от близких все это есть а вот у родителей которые уже приближается к смерти друзей мало становится этот человек уже взрослый он уже как бы получается не живет такой активной жизнью не ходит спортзал и никуда не ходит сидит дома и уже человек не активный но человек всегда нуждается в общении и в этом в этот момент они чувствуют одиночество им сложно становится и поэтому мы поэтому всевышний аллах дал акцент когда бывают взрослыми и чем взрослее родители тем сильнее они в этом нуждаются многие думают что родители это значит дать деньги или родители чем-то всего лишь помочь нет самое главное а вот это внимание это является центром если ты дашь деньги если ты поможет своим родителям если ты физически поможешь как-то еще что-то это хорошо это правильно но надо понимать самое главное а это вот внимание любовь искренность если ее нету то все поэтому нужно понимать принцип основной когда мы говорим о адабах мы можем много этих адабов но если вот этой вещи там нету то это будет все второстепенным все будет второстепенным и этими словами всевышний аллах даже подчеркивает вахфил лулахума джанаха зулли мина рахма вакуле робби вакуле робби рахмхума кама раббаяни сагира всевышний аллах описывает эту картинку то есть будь к ним милосердным всевышний аллах проявляем милость и также он говорит делает как бы дуа своим родителям за то что они как точно так же они меня воспитывали в детстве как пришло в хадисе посланник аллах салиллаху алейхи вассалям сказал человека поднимает в степени высоко и он спрашивает почему так высоко мы знаем в раю степеня будет и его степень бывает высокая когда он спросит почему моя степень высокая ответ будет такой потому что твои дети за тебя делали 2 потому что твои дети делали за тебя 2 поэтому обязательно же из принципов а это родителям делать 2 как я сказал изначально каждый слушающий это тот кто слушает это его касается и было сказано даже у тех людей которые нет родителей и посланник аллах салиллаху алейхи вассалям сказал человеку который человек пришел к нему и говорит я сделал большой грех если мне покаяние посланник аллах что сказал а если у тебя родители он сказал нету он сказал нету однако есть близкие родители то есть тетя есть и посланник аллах говорит тогда к ней хорошо относись значит замечаем если у кого-то нету родителей но из близкие то ты можешь и и должен к ним хорошо относиться к бабушкам к дедушкам к тетям это тоже самое сюда входит также пришел один из сахабов пришел посланник аллах спросил салиллаху алейхи вассалям спросил а что делать если родители умерли он говорит делает дуа за них то есть родителей нету то тогда есть дуа прости прощения за них и еще что сказал он сказал хорошо относись к его родственникам и того кого он любил еще даже если информация не только к родственникам нужно относиться и кого любил твой отец и мать у твоего отца у матери есть друзья сильных любил хорошо к ним относись также аиша проделала она сообщила что ходить же ее не видела но и сильно ревновала ходить же нету это жена посланника аллах первая жена посланник аллаху уже нету она умерла и аиша сообщает хоть даже ее нету я ревновал ей и и нету а ревнуют как так может быть понимаем суть а может быть аиша сообщает что посланник аллах раздавал делал садака тем людям кого любила ходить же близким ходить же отправлял то есть подружкам понимаем суть отправлял садака настолько он любил ее и действиями это благодарю что есть такие близкие у нее того кого он любит значит мы замечаем когда мы говорим о родителях это не означает что только мать и отец нет также близкие родственники тетя дяди бабушки и те кого они любили такая цепочка красивая любви даже если они кафиры то есть если мать отец кафиры неверующие как асма сообщила сообщает посланник аллах она спросила пришла моя мать ко мне пришла по нужде хорошо относиться ли к ней посланник аллаху алейхи вассалям сказал да даже хоть неверующие поэтому мы должны понимать даже если верующий до подчиняться то что запрещено нельзя но хорошо хорошие отношения мы должны строить в аллаху алена и на этом мы сегодня и шала завершим вангиза кумула хайрану ахр да ванан ахмаду ла храби ла аминь саляму алейкум ароматуллах и бракат хорошо